Почему наш программ был назван «Радостью среди вековья»? Потому что не нужно хотя бы хотеть отчаянись разлетнить, потому что среди вековья была мрачная, это была инквизиция, это был застой на улице, ну и всякие прочие нервности, которые связаны с этой ситуацией. На самом деле, конечно, не так. Люди во все время нашим одинаково. Надо сказать, что помимо музыкальных развлечений, ну, среди веков, сейчас было много занятий, которыми он вынимал себя в жизни и скорой, и не нужно думать о том, что христианин, просто люди, целый день пасал на пашни или работал на обороны, и не оставался вообще сработал в жизни. Даже летом христиане работали не больше двух дней в неделю на обороны, а детали работали на себя. И время оставалось намного, и музыкальные развлечения были, конечно, в том числе. К сожалению, у них не показаны и танцев, и не игр, которые сопровождались средневекового человека, но музыка хотя бы отдаленное представление дает. Но и прочая музыка, которая связана с глотальными теми представителями, потому что все-таки война запускает все истории человечества, и даже такое как разное занятие человек смог превратить в какие-то вещи, которым он гордился. На нем, впереди, в Левом Греции, выходили люди, играющие на плане Фринте, на аулах. Римляне исключали щитам, напитывали на всяческой оговорке. А в средние века тура принято выходить с маленькими литаторами, с небольшими пушками, спиртами и исполняли такие вещи, которые раз уже были написаны по поводу Попеды. Они назвались баталий, и они показывали батальюйскую сцену. Итак, баталий, я только вам наиболее от этой классной фигурции. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok